Делегация из 15 человек, в которую входили и дети, и взрослые, прибыли в областной центр, смогла познакомиться не только с историей и достопримечательностями нашего города, но и с его руководителями. В дружественной встрече с гостями из дальнего зарубежья общался заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба. Он рассказал присутствующим об особенностях и истории героического Бреста, а те, в свою очередь, поделились приятными впечатлениями от города над Бугом. Общаться было легко. Многие хорошо понимали и говорили на русском, другим помогали переводчикам. Самое больше поразило, это то, что люди спокойные, открытые, тихие. Вот я даже за столом говорила, что мы самые громкие и хаотичные были, потому что невозможно сдержать эмоции. Когда ты радуешься, ты не слышишь, что ты повышаешь голос, что ты эмоционируешь, что ты говоришь просто громко, ты этого не замечаешь. Чистота, продукты. Я сама родом из Молдавии, я знаю, что такое хороший натуральный продукт. Когда я попробовала вашу клубнику, о, мама мия, я прямо влюбилась в неё. Арбузик. Мы всё попробовали. Вы знаете, как вкусно, как здорово. Некоторые из членов делегации в Брест приехали уже не первый раз, но восторг от областного центра у них сохраняется всегда, как это происходит у Оливера Шнеймана. Я третий раз уже в городе Бресте, и я бы точно не приехал сюда третий раз, если бы мне первый и второй раз не понравилось бы. Вчера вечером я в очередной раз для себя понял, что я себя чувствую здесь крайне комфортно. Я понял, когда я шёл по вечернему Бресту, по улицам, не только по главной улице Советской, а в том числе и по другим улицам, как здесь всё красиво. В завершении дружественной встречи интересного диалога присутствующие обменялись контактами и памятными подарками, чтобы дружба между Брестом и Кёльном только крепла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!